Добрый день, уважаемые участники собрания. Огромное вам спасибо, что вы откликнулись на просьбу администрации. Спасибо вам за то, что вы сегодня здесь. Для начала, я думаю, что соблюдая процедурные моменты, нам необходимо избрать секретаря и председателя собрания. Председатель на месте. Поступило предложение от Плотникова Валентина Александровича, начальника управления культуры. О должности председателя сегодняшнего собрания в лице главы городского поселения Кашина Станислава Александровича. Тогда уже на правах председателя этого собрания предлагаю на должность секретаря, делопроизводителя администрации Голохоминского городского поселения Романова Марию Валерьевну. Согласен. Спасибо, тогда я думаю, что мы приступим к основному нашему вопросу. Он сегодня у нас один, значит, это участие Белохоминского городского поселения в проекте поддержки местных инициатив в 2014 году. На сегодняшнем собрании у нас присутствует консультанция Мирного банка непосредственно по проекту поддержки местных инициатив Дрогов Евгения Михайлович. Слово в ходе освещения этого вопроса мы вам предоставим. Ну, я начну, наверное, с рассказа о том, что есть вообще в целом, не что есть вообще проект поддержки местных инициатив, а что есть этот проект. Здесь у нас в Белохомнице, что удалось нам достигнуть посредством участия в этом проекте уже на протяжении трех лет. Следующий год у нас будет четвертым. Значит, участвуем мы в этом проекте с 2011 года, участвовав Белохоминское городское поселение. Первый год участия был, это значит у нас такой пробный что ли, то есть проект на тот момент, как, первый я получил в области статус уже постоянного. То есть он был до этого один год, так сказать, билозным, когда участвовало достаточно скромное количество районов. Ну, и вот с первого года участия мы, значит, реализовали проект по строительству семи детских спортивных и игровых площадок. Все мы эти площадки сейчас видим. Ну, вот тут я думаю, что объяснять пользу от участия в этом проекте здесь, в принципе, нужды нет. Все площадки у нас здесь налицо. Второй год участия был у нас, значит, посвящен капитальному ремонту нашего стадиона. Я думаю, что тоже мы достаточно удачно здесь и быстро реализовали проект, то есть достаточно короткие сроки. Повезло нам из подрядной организации в том случае, в прошлом году мы стадион наш отремонтировали. Ну, и как бы преврочено, наверное, в большей части к этому было возрождение в прошлом году футбольной команды. Я думаю, что тот год у нас ознаменовался помимо восстановления стадиона, еще и возрождением футбольной команды. Ну, и вот этот год здесь, опять же, пока, к огромному сожалению, не все так гладко, как в предыдущие годы. У нас в этом году нашим проектом было обустройство пешеходной зоны по улице Ленин, то есть создание зоны отдыха, которую мы назвали Халунинским арбатом. Здесь, конечно, у нас возникли, в общем-то, проблемы. Проблемы, в первую очередь, связанные с подрядчиками. Значит, работы, как мы все видим, с вами еще до сих пор не выполнены. Значит, на стадии они такой подготовительной, то есть основная такая черновая работа выполнена. Осталось, в общем-то, дело за малым. Это установить малую архитектурную форму и завершить, значит, завершить асфальтирование этой площадки. Ну, и понятно, что закрыть ее, как это планировалось изначально, закрыть ее проезд, постоянный проезд автотранспорта закрыть шлагбаумы. Вот. Вот это, в общем-то, короткая история. Участие Белохумницкого городского города, Белохумница в проекте по поддержке местных инициатив. Ну, что представляли себя этот проект и механизмы его участия, он тоже, в принципе, нам всем уже достаточно ясен. То есть это, значит, выбор на общих собраниях, на сходах, выбор инициативы поселения от жителей. Значит, подготовка заявки. Мы определяемся с инициативной группой. Кто будет в нее входить? Ну, как правило, здесь у нас и представители общественности, входят туда и депутаты городской думы, представители администрации. Ну, вот совместными усилиями мы, как правило, готовим заявку. Значит, в ходе подготовки заявки мы определяемся с долей софинансирования, которую может взять на себя бюджет муниципального образования, взять на себя население, в первую очередь, и спонсор. То есть вне бюджетные источники это одно средство наших предприятий. Ну, и вот, значит, как правило, в начале года проходит заседание комиссии, ну, и на которое, в общем-то, принимается решение о том, допустить этот проект до участия к реализации по итогам конкурсного обора, либо не допустить. И у нас пока с этим все, в прошлое года у нас с этим все было относительно гладко, то есть мы достаточно успешно преодолевали этот конкурсный обор, ну, и, в общем-то, получали эту субсидию областную, использовали ее совместно со местными, с местными деньгами, то есть с небюджетными и небюджетными средствами, которые собирались здесь. Вот. Ну и, значит, и, наверное, перед тем, как Идею Михайловичу я слово предоставлю, я, так скажем, коротко на обсуждение представлю вам ту идею, ту инициативу, которую администрация городского поселения предлагает к реализации в следующем году. Значит, все мы знаем, что год у нас следующий юбилейный, что он, в общем-то, достаточно много предстоит еще сделать в подготовке к юбилею. Значит, и вот нашим пожеланием, нашим видением решение именно... Одной из проблем, которую мы думаем, что вполне нам реально решить за счет этого проекта, это капитальный ремонт тротуаров в городе Белая Холмница. То есть, что он будет, значит, себя представлять? Это, значит, ряд улиц, ряд центральных, в первую очередь, улиц. Это у нас улица Юбилейная, улица Коммунистическая, улица Глазырина. Эти участки улицы не у нас однозначно будут входить в локальный смертный расчет, который вот сейчас у нас уже принципы почти готов, но пока еще не проверим на клипное ценное образование. Так сложилось, что вот все проекты, которые реализовывались ранее в городе за счет проекта, за счет данного проекта, они у нас так или иначе были связаны с благоустройством. Где-то какие-то поселения делали упор на инженерную инфраструктуру, кто-то реализовывал проекты, связанные с ремонтом недорог. У нас большую популярность у населения, большую активность людям. Именно рассказывают, когда речь шла вот о таких проектах, которые мы все можем видеть каждый день. Ну, я думаю, что вот проект, связанный с ремонтом тротуаров, для нас будет, в общем-то, был бы для нас, конечно, очень-очень знаковым, и при двери юбилея сделать эту большую работу. Я думаю, что было бы, это все было бы, в первую очередь, внизу. Потому что все мы видим, что есть у нас красивые места, по которым можно и хочется пройтись пешком, но не всегда, в общем-то, покрытие наших и условия, именно пеших прогулок, именно для того, чтобы прогуляться, насладиться какими-то красотами, не всегда у нас, в общем-то, соответствует. Долгое время внимания этих тротуарам уделялось недостаточно. То есть у нас либо к юбилею, либо, допустим, последний у нас год был, когда мы указаны в 245-летие, года 2009-го было в преддверии этого у нас, по улице Ленина и порядок других улиц были отремонтированы тротуары. Ну, и, в общем-то, 2011 год, это у нас последнее вложение, так скажем, в тротуары, это у нас улица Коммунистическая, но это погребные плотины, то ли, значит, берега какого-то. Вот, в общем-то, и все, что за последние годы нам удалось здесь, сделать. Ну, и вот, предложение администрации и наша инициатива – это капитальный ремонт тротуаров в центральной части города, назовем его вот так. Ну, это, я думаю, что мы это все, так скажем, еще чуть позже обсудим, но пока я Евгению Михайловичу слово предоставлю, он коротко расскажет, потом еще более подробно расскажет о том, что это за проект, какие результаты его действия в Кировской области, ну и, я думаю, что перспектива. Спасибо. Добрый день. Ну, мне кажется, что слишком подробно, наверное, о проекте жителям города Белой Холоницы рассказывать не нужно. Не первый год проекта реализуется, в том числе с участием жителей вашего города. Если говорить в целом о проекте, то этот год стал для нас самым масштабным, можно сказать, непородным, по нескольким причинам. Во-первых, было впервые охвачено практически все население Кировской области, то есть это не только жители сельских и городских поселений, но впервые в этом году в проекте приняли участие жители крупных городов. Это город Киров, Котельнич, Слободской, Вятские Поляны и Кирово-Чепецк. Это был отдельный конкурс в рамках проекта по поддержке местных инициатив, и это стал уже третьей составляющей проекта. В четвертый год в этом году реализуется конкурс среди сельских и городских поселений. Второй год реализуется проект для районных заявок районного уровня. В вашем районе тоже в 2012 году было две таких заявки выиграны. В этом году, к сожалению, районная заявка Белохолминского района не выиграла, но, тем не менее, возможность на сегодня существует поучаствовать в проекте не только у жителей сельских и городских поселений с полномочиями поселенческими, но и уровень районных полномочий можно выдвигать на конкурс. То есть объекты или полномочия, которые находятся в видении районов. Но и у крупных городов в этом году такая возможность появилась что-то сделать, что-то отремонтировать, благоустроить, где-то локально и, может быть, для всего города какие-то проекты выдвинуть. И вот эта составляющая городская для крупных городов, она стала таким экспериментом, на которой решилась Кировская область. Подобного проекта не было ни в одном субъекте и ни в одной стране, где подобные проекты реализуются. Напомню, что в более чем 60 странах мира подобные проекты реализуются при поддержке Всемирного банка. И если говорить о количественных показателях этого года, то было рекордное количество средств из бюджета. Во-первых, выделено 300 миллионов рублей на реализацию. И рекордное количество было заявок подано. 650 заявок было подано в этом году на конкурс. Вот от всех категорий участников. 430 из них получили финансирование из областного бюджета. То есть 430 проектов в этом году на территории Кировской области реализуются и уже закончено строительство, ремонт. Но, к сожалению, не все. Вот и то, о чем сказал Станислав Александрович, тоже демонстрирует как раз один из случаев, когда ему не всегда удается по разным причинам вовремя проекты закончить. Но требования у нас сохраняются в проекте. То есть все работы должны быть завершены до конца года. И погрядчики об этом тоже прекрасно знают, чтобы не получить никаких сложных ситуаций, штрафных санкций и так далее. Если взять три предыдущих года, то за вот эти три года, начиная с 2010, на территории Кировской области было 490 проектов реализовано. 490 грамм, если быть точным. И только в этом году 430. То есть вот такой масштабный рост у нас произошел. Каждый год проект немножко видоизменяется. Эти изменения, в первую очередь, дают новые возможности участникам. То есть изменения направлены именно на это. Но каждый год проект расширяется, углубляется, расширяется типология. Вот в этом году к существующим типам проектов. Если будет необходимость, я все эти проекты, всю типологию зачитаю. Но я думаю, что вы не знаете. К районному уровню полномочий в этом году добавились также объекты дополнительного образования. То есть для города Белохомицы, я думаю, это тоже актуально. То есть там, где есть детские школы развития и либо другого дополнительного образования, объекты, вот их можно на конкурс тоже в этом году выдвигать. В этом году были сняты некоторые ограничения. Коснулось это в первую очередь ограничение по подаче заявок, по количеству подачи заявок от одного населенного пункта. Но это изменение коснулось только того случая, когда подаются заявки разного уровня полномочий. То есть требование по тому, что от одного населенного пункта может быть подана только одна заявка в поселенческом конкурсе сохраняется. Но в предыдущие два года, если жители в населенном пункте выдвигали в качестве инициативы объекты или полномочия районного уровня, то поселенческого уровня заявку они уже не могли подать. То есть выбирался районный объект, и заявка подавалась от муниципального района. Поселение таким образом оставалось без заявки. Хотя все равно жители, выдвигающие инициативу, имеют у нас обязанность софинансировать проект. То есть у нас все равно объекты привязаны к конкретному населенному пункту. Какого бы уровня полномочия не было. Вот в этом году конкурсная комиссия, правительство решили ограничение это снять. То есть если жители населенного пункта, конкретно, где расположены разные уровни полномочия, объекты, выдвигая две инициативы, одна поселенческая, одна районная, то можно подавать две заявки от одного населенного. Только в первом случае будет заявка подана от поселения, от городского поселения, а в втором случае от района. Первую заявку софинансирует бюджет поселения, второй бюджет района. Но жители в таком случае должны будут софинансировать два проекта. То есть есть возможность, но эта возможность влечет за собой и обязанность, которая у нас существует. Всего от поселения без учета районного уровня заявок может быть подано до четырех заявок. Одна по-прежнему может претендовать на софинансирование из областного бюджета до полутора миллионов рублей, оставшиеся три – до пятисот тысяч рублей. Что касается районного уровня заявок, то в этом году тоже была предоставлена дополнительная возможность району. В предыдущие годы количество заявок, которые можно подать каждый район, было ограничено двумя. В этом году на следующий год можно подать до трех заявок общей суммой софинансирования из областного бюджета до трех миллионов рублей. Напомню, что в предыдущие годы ограничение было по двум заявкам одна на полтора миллиона, одна на пятьсот тысяч. В этом году таким изменением условий район предоставлено право с одним выбирать, какую сумму и какое количество заявок район будет подавать. Но особо подчеркну, что инициатива все равно принадлежит жителям. То есть жители выдвигают инициативу не администрации района, а жители конкретного населенного пункта, где расположен какой-то районный объект. Дом культуры это или дорога межпоселенческая или еще какой-то объект. Но район, конечно, нужен такой инициатив поддержать. Понятно, что районных инициатив может возникнуть более трех на территории района, и тогда придется набирать. Сумма может не совпасть, так сказать. То есть все равно здесь должна быть согласованность какая-то с районной администрацией, по выдвижению жительной такой инициативы. Но, повторю, возможность такая в этом году есть. Во всем остальном у нас проект практически не изменился. Про софинансирование я уже сказал. Есть ужесточение требования, и это отразилось в бальных оценках, в конкурсных баллах, в критериях отбора, которые у нас существуют. То есть они тоже были немножко подкорректированы в этом году. Суммарная оценка, которую баллы могли принести максимально в заявке, сохранились 100 баллов. Но внутри этих баллов немножко произошло перераспределение. Добавились баллы за явку жителей, за софинансирование дополнительные баллы добавились. То есть те, кто максимально проявляет свою активность, демонстрирует свою инициативу с более выигрышной стороны, собственно говоря, получают больше баллов. Что касается явки, то фактически можно сказать, что требование конкурсного отбора приведено в соответствии с требованиями законодательства. То есть в принципе, принципы местного самоуправления и раньше требовали от собраний или конференций по воле и извлению граждан, которые принимают решение за весь, скажем так, населенный пункт, не менее 10% жителей должно быть вовлечено в принятие решения. По критериям отбора предыдущих лет это требование не соблюдалось. То есть баллы участник начинал получать за любую, собственно говоря, явку. Единственное, что жители, собираясь на собрание, уже сами определяли, достаточно пришло на собрание или необходимо собраться дополнительно. То есть правомощность была такая немножко в неопределенном состоянии. В этом году все конкретно. То есть есть требования закона. Не менее 10% жителей должно принять участие в принятии решений, в определении проблемы. Ну и вальная оценка начинается тоже в этом году с 10%. То есть один балл дается заявку от 10 до 15%. Вот в этом промежутке. Но верхний порог тоже был увеличен. 12 баллов, вернее 11 баллов. В прошлом году 9, в этом году 11 максимальная оценка. Можно получить за 60% от количества жителей и более вовлеченных в обсуждение и принятие решений. Это касается не только финального итогового собрания или конференции, но и всех тех первичных собраний, которые проходят в населенном пункте, в коллективах, по улицам, по домам, которые обсуждают возможные проблемы и выбирают делегатов на итоговую конференцию. То есть общее количество участников в этот подсчет входит и участники первичных собраний. Немножко ужесточились в этом году сроки подачи заявки. Для районов и городов, которые проводят собрания в определенный срок, установлен определенный срок издачи. Для Белохолнинского района этот срок установлен, если я не ошибусь, сейчас с 16 по 20 декабря. Да, все правильно. С 16 по 20 декабря нужно будет подать заявку. За это время нужно будет не только оформить саму заявку, подготовить все документы, которые требуются, но и самое главное подготовить смертную документацию и пройти проверку в региональном центре самообразования или учреждении госэкспертизы. То есть в этом году у нас в двух учреждениях можно проверить сметы. С прошлого года начинают. Конкурсная комиссия подведет итоги, как всегда, в середине февраля. Те участники, которые пройдут конкурсный отбор, то есть попадут в число победителей, должны будут собрать вклад, который они определили. На собрании и указали в заявке на сбор вклада обычно дается полтора месяца. В апреле у нас происходит заключение соглашения с Департаментом соцразвития Кировской области на выделение областной субсидии. Напомню, что Департамент соцразвития проводит всю текущую работу по проекту, начиная с подготовки документации, заканчивая приемом заявок и обработкой информации всей для подготовки уже работы конкурсной комиссии. Ну и обычно у нас после подписания соглашений, после выделения денег, перечислений с бюджета участникам на уровень бюджетов поселений, районов, участники приступают к конкурсным торгам, на определение подрядчика. Вот здесь, как вы понимаете, не все бывает гладко, но большинство проектов у нас все-таки удачно, успешно и в срок реализуются. Но бывает всякое, к сожалению. Мы надеемся, что изменения, которые в законодательстве произойдут с нового года, изменения эти касаются как раз процедур конкурсных по муниципальным и государственным закупкам, по контрактной системе, то есть если на сегодняшний момент это 94-й федеральный закон, с 1 января выступает в силу 44-й федеральный закон о контрактной системе. Мы надеемся, что те изменения, которые законодатель внес в соответствующие нормативные документы, позволят избежать сложности с подрядчиками, которые до сих пор возникают. Может быть, есть какие-то вопросы. Потому что, по-моему, по ощущениям, все, что касается проекта этого года, изменений, которые были внесены, я вам сообщил. Вот, может быть, интересует что-то подробнее, или, может быть, есть те, кто впервые о проекте слышит и что-то недопонимает. В принципе, моя роль, в том числе и для того, чтобы какие-то разъяснения вам сегодня дать. Если я не ошибусь, сейчас 16 по 20 декабря. Да, все правильно. С 16 по 20 декабря нужно будет подать заявку. За это время нужно будет не только оформить саму заявку, подготовить все документы, которые требуются, но и самое главное подготовить смертную документацию и пройти проверку в региональной цене самообразования или учреждению госэкспертизы. То есть, в этом году у нас в двух учреждениях можно проверить сметы. С прошлого года начинает. Конкурсная комиссия подведет итоги, как всегда, в середине февраля. Те участники, которые пройдут конкурсный отбор, то есть попадут в число победителей, должны будут собрать вклад, который они определили на собрании и указали в заявке, на сбор вклада обычно дается полтора месяца. В апреле у нас происходит заключение соглашения с Департаментом соцразвития Кировской области на выделение областной субсидии. Напомню, что Департамент соцразвития проводит всю текущую работу по проекту, начиная с подготовки документации, заканчивая приемом заявок и обработкой информации всей для подготовки уже работы конкурсной комиссии. Ну и обычно у нас после подписания соглашений, после выделения денег, перечислений с бюджета участникам на уровень бюджетов поселений, районов. Участники приступают к конкурсным торгам, на определение подрядчика. Вот здесь, как вы понимаете, не все бывает гладко, но большинство проектов у нас все-таки удачно, успешно и в срок реализуются. Но бывает всякое, к сожалению. Мы надеемся, что изменения, которые в законодательстве произойдут с нового года, изменения эти касаются как раз процедур конкурсных по муниципальным и государственным закупкам, по контрактной системе, то есть если на сегодняшний момент это 94-й федеральный закон, с 1 января выступает в силу 44-й федеральный закон по контрактной системе. Мы надеемся, что те изменения, которые законодатель внес в соответствующие нормативные документы, позволят избежать сложности с подрядчиками, которые до сих пор возникают. Может быть, есть какие-то вопросы. Потому что, по-моему, по ощущениям, все, что касается проекта этого года, изменений, которые были внесены, я вам сообщил. Вот, может быть, интересует что-то подробнее, или, может быть, есть те, кто впервые о проекте слышит и что-то недопонимает. В принципе, моя роль, в том числе и для того, чтобы какие-то разъяснения вам сегодня дать. Спасибо за вопрос. Я хотел об этом сказать, но забыл. Первоначально планировалось на уровне этого года выделить средства. То есть, 300 миллионов рублей предполагалось заложить в бюджет. И губернатор даже предлагал 10-процентное индексирование этой суммы провести, то есть на уровне 330 миллионов. Но, как вы знаете, наверное, все уровни бюджетов практически у нас подверглись сокращению. Практически все статьи. В том числе и статья по ПМИ. Бюджет в законодательном собрании начал рассматриваться. Не так давно прошли общественные слушания, на которых губернатор выступал. И прокомментировал следующим образом. То есть, на данный момент сумма, заложенная в бюджет, составляет 200 миллионов рублей. Но Никита Юрьевич сказал следующим образом. Что если федеральный центр, те субсидии, которые выделяются региону на социально значимые проекты, на социальные программы, в том числе и проекты подобные по ПМИ. Если это финансирование будет выделено как минимум и в достаточном объеме, то первое, что будет сделано, это будет восстановлено финансирование направлено на проект поддержки местных инициатив. То есть, может быть, до 300 миллионов, может быть, и до 330, как первоначально предполагалось. Ну и, собственно говоря, сейчас остается только надеяться, что это именно так и произойдет. Потому что иначе можно будет говорить о том, что конкуренция среди участников возрастет. Если на сегодняшний момент у нас победителями являются примерно 2 трети, 70 с небольшим. Скажем так, в разных конкурсах по-разному, от 66 до 73 процентов участников. То есть, 2 трети участников у нас победители каждый год. Если увеличение финансирования не произойдет, а уменьшение количества участников проекта мы не предвидим. Судя по количеству собраний, которые прошли в этом году, а сейчас идет последняя неделя срока проведения собраний, с 1 августа по конец октября у нас собрания проходили, так же, как и в прошлом году, то можно будет говорить о том, что количество победителей может сократиться примерно до 50 процентов от общего числа. Но повторюсь, что и Всемирный банк, и правительство, и конкурсные комиссии, и департамент соцразвития, все мы пытаем надежды, но я думаю, что и участники тоже, потому что в первую очередь заинтересованы в этом именно жители. В первую очередь произойдет то, о чем говорил губернатор. То есть финансирование будет максимально увеличено. Могу сказать еще несколько слов вот о чем. Вы знаете, наверное, что Кировская область была вторым регионом Российской Федерации, где появился проект по поддержке местных инициатив. В 2009 году первым был Ставропольский край с 2006 года, который реализует проект. В этом году к проекту присоединились еще 4 региона. Вот закончена реализация практически проектов в Тверской области и в Нижегородской. Нижегородская область пошла по пути к Кировской. Были выбраны несколько районов, причем граничащих с Кировской областью. Это вот Шахунский район и еще несколько граничащих с ним. Тверская область пошли по другому пути. Они выбрали по два поселения в каждом районе, 35 районов, 70 заявок. И у них, в принципе, финансирование было выделено таким образом, чтобы примерно как раз половина участников прошли конкурсный отбор, не менее половины. У нас все-таки условия изначально были достаточно более комфортные. Ставрополье, например, примерно с 2009 года они вышли на уровень финансирования 60 миллионов из краевого бюджета. И с тех пор эта сумма не меняется. То есть у них каждый год всего 60 миллионов выделяется на проект поддержки местных инициатив. Мы начинали менее чем с 20 миллионов в 2010 году. На 2011 год было уже выделено 150, на 2012 200, вот в этом году 300. И, в принципе, с учетом того, что кардинального изменения количества участников, какого-то военнообразного увеличения количества участников, как в этом году произошло, следующая была не предвидится. Планировалось финансирование примерно на этом же уровне держать. Но те трудности, которые бюджеты испытывают, все в уровне, начиная с федерального, вынудили идти на сокращение всех статей бюджета. Со следующего года начнется реализация проектов в Хабаровском крае и Республике Башкортостан. И можно сказать, что на данный момент около 10 еще регионов нашей страны присматриваются к нашему проекту, хотят попробовать проект на своей территории в ближайшей перспективе. Готовность у разных регионов разная, но такой интерес есть. И каждый год на нашу итоговую конференцию, которая и в этом году состоится 6-7 ноября, более десятка регионов в этом году ожидается еще больше, несколько десятков даже регионов представителей приедет. Потому что можно без ложной скромности сказать, что опыт Кировской области сегодня является в каком-то смысле передовым. Не только в нашей стране, но и вот с учетом конкурса среди жителей крупных городов. А ни в одной стране мира не проходит подобных конкурсов. То есть изначально проект был нацелен на небольшие сообщества, на сельскую местность, на небольшие поселения. Вот этот опыт позволяет нам говорить об уникальном положении, которое в Кировской области сложилось в связи с проектом поддержки местных инициатив. Вот такая информация еще. Если вопросов больше не будет, я тогда Станиславу Александровичу слово обратно возвращаю. Но если возникнет необходимость моего вмешательства, пожалуйста, я готов что-то прокомментировать, посоветовать. Евгений Михайлович, спасибо большое. Я думаю, что вот это сокращение, сокращение того объема средств, которые выделены на реализацию проекта, это в первую очередь задача усложнилась для инициативной группы, для администрации городского выселения, для администрации других выселений нашего района. Но я думаю, что мы постараемся как можно качественнее подготовить нашу заявку и все-таки пройти этот конкурсный отбор. На сходах, на собраниях первого уровня, в общем-то, помимо того предложения, которое сегодня озвучено было мной, были и ряд других предложений, но в большинстве своем они все носили какой-то локальный характер. То есть это замена водопровода по какой-либо из улиц, это значит ремонт проезжей части одной либо двух каких-либо улиц. В общем-то, сложностью в реализации данных проблем за счет проекта по поддержке местных инициатив заключается в том, что еще одним из показателей, еще одним из условий конкурсного отбора является количество благополучателей, прямых и косвенных благополучателей, которые, в общем-то, так или иначе получат пользу от того, что данный проект будет реализован на территории поселения. И я думаю, что вот в основном, наверное, может быть, отчасти из этого, так скажем, приоритет во все годы участия в поселении в проекте отдался, в первую очередь, проектам в сфере благоустройства. Потому что понятно, что здесь по количеству благополучателей, в общем-то, достаточно серьезный охват населения, плюс еще косвенные благополучатели, которых у нас, в общем-то, с каждым годом становится все больше и больше. Ну вот, предлагаю еще какие-либо инициативы, не стоит забывать о том, что все-таки этот проект должен иметь как можно больше охват населения, проживающего здесь у нас в городском поселении. Ну и, в общем-то, тех, кто еще так или иначе будет приезжая в наш город ощущать реализацию вот этого проекта на себе. Еще два слова скажу. В этом году впервые прошел конкурс среди крупных городов, я уже сказал об этом. И результаты позволили предложить подобную схему реализации проекта другим крупным населенным пунктам Кировской области, городам и поселкам городского типа. И на момент принятия решения каждым поселением, каждым муниципалитетом, скажем так, об участии в проекте, помимо самого решения о возможности участия, было предложено выбрать, в каком из конкурсов городские поселения, в первую очередь районные центры, хотели бы принять участие в 2014 году. Либо в поселенческое, и тогда возможность есть только подать одну заявку, да, мы уже об этом в начале говорили. Либо в конкурсе городских округов. И тогда условия участия другие, по-другому выдвигаются инициативы. До миллиона рублей можно на каждую заявку получить, и количество заявок этих не ограничивается. И у нас, кроме пяти городских округов, еще девять городов и поселков приняли в этом году решение об участии в конкурсе именно городских округов на следующий год. Ну, такие населенные пункты, как Налинск, Ружу, Маломыш, в Вятско-Полянском районе город Сосновка и Красная Поляна поселок, ну и в соседнем Слободском районе поселок Вахруша. В этом году принят участие в конкурсе именно среди городских округов. Что это позволяет? Это позволяет выдвигать какие-то локальные инициативы, которые волнуют жителей одного двора, или какой-то одной улицы, или общественной организации. Вот это вам для информации. Если на пятнадцатый год у нас с проектом ничего плохого не произойдет, то можно подумать о возможности участия уже по другим правилам. Бывает так, что за эти вот три-четыре года крупные населенные пункты, проекты, которые бы волновали всех жителей максимально, да, уже исчерпаны. То есть дома культуры отремонтированы, парки благоустроены, там стадионы отремонтированы и так далее. Вот. Такое вот тоже изменение этого года, о чем я не сказал. Значит, также еще помните, наверное, многие помнят о том, что летом правительством области был объявлен конкурс на получение грантов в сфере благоустройства. Значит, на этот конкурс мы готовили заявку, заявка была подана, в общем-то, принята и допущена до, так скажем, финального этапа ее оценки, до голосования посредством портала «Ее поис», то есть пользователи интернета, проживающие на территории города могли, значит, в общем-то, ну и не только проживающие здесь могли проголосовать за эту заявку через интернет. Ну, к огромному сожалению, значит, может быть, проект этот, мы их недостаточно полно осветили в заявке, может быть, недостаточно он заинтересовал жителей нашего города, может быть, недостаточное количество людей у нас грамотно и умело пользующихся современными технологиями, но проект этот у нас отбор не прошел. Просматривали мы возможность предложения его в качестве инициативы, но я думаю, что два раза на одни и те же грабли наступать нам, в общем-то, не очень хотелось. Поэтому вот предложение администрации в качестве выдвижения, в качестве инициативы рассмотреть на сегодняшнем сходе представителей или конференции, как это еще называется, проект по капитальному ремонту тротуаров центральной части нашего города. Я думаю, что сегодня мы можем это все обсудить, вот сейчас, если будут какие-то другие предложения, смело высказывайте, будем обсуждать. Ну и я думаю, что в конечном итоге сегодня нам предстоит все-таки определиться с тем, что будет, в общем-то, нашим проектом, нашей инициативой для участия в проекте по поддержке местных инициатив 2014 года. Скажите, пожалуйста, а можно такой вопрос? Каковы гарантии, что это будет работа, выполненная качественно? Ну, я понимаю, к чему вопрос. В этом году, значит, был проект, в принципе, похожий, у Кафанасева, проект резонансно был реализован, в общем-то. Ну, я думаю, что здесь мы должны быть, мы, в общем-то, защищены от некачественных, значит, надрядчиков, если говорить о процедуре отбора только действующим законодательством в области муниципального заказа. Нет, если... Я тоже скажу два слова. Ну, я уже говорил о том, что у нас устраняется законодательство, как раз эти изменения призваны улучшить качество выполняемых работ, чтобы подрядчики, которые недобросовестно выполняют свои обязанности, не имели вообще возможности браться за муниципальный контракт. Фирмы-однодневки не смогут занижать стоимость работ и так далее. Посмотрим, как это все будет работать. Мы все надеемся, что это позволит качество работы увеличить, повысить. Что касается инструментов, которые заложены в проект по поддержке местных инициатив, помимо действующего законодательства в сфере муниципальных закупок, то я могу говорить о том, что, во-первых, у всех участников есть обязанность заложить в проект наличие технического строительного контроля и надзора. И те участники, которые неформально подходят к этой обязанности, действительно привлекают работающих специалистов и организаций, которые имеют соответствующий допуск на выполнение вот этого контроля, позволяют им этот контроль, чтобы подрядчик не спал, вовремя все делал, качественно, в сроках, в полном объеме. Это что касается, опять же, требования законодательства и условий конкурса. Если говорить о неформальном контроле, то вы, наверное, помните, что в обязанности инициативной группы входит также и общественный контроль, мониторинг работы. И там, где, скажем так, иногда недорабатывает профессиональный строительный контроль, технический надзор, но активно ведет себя инициативная группа, то тоже, собственно говоря, не дают подрядчику спать спокойно, если что-то там не так с объектом. Вот. Ну и скажу, что каждый участник, получивший субсидию на выполнение работ по реализации той инициативы, которая была заявлена, имеет обязанность каждый месяц отчитываться перед департаментом соцразвития о ходе выполнения работ. Вот. И если возникают какие-то сложности, и они не замалчиваются, то это становится известно и департаменту, и правительству, и конкурсной комиссии. Вот. И те инструменты воздействия, скажем, на подрядчиков, которые имеются, начиная там от душеспасительной беседы и заканчивая, может быть, какими-то другими инструментами, да, они распоряжений пополны и тоже имеются. Конечно, бывают разные случаи. Бывает, что работы не могут быть выполнены не потому, что подрядчик недобросовестный, да, а потому, что погодные условия, например, так сложились. И конкурс был проведен тогда, когда уже, ну, там, идут сплошные дожди там или еще что-то. У нас в таких случаях, если работы по объективным причинам выполнены качественно, быть не могут в текущем году, принимается решение переносия средств на следующий год. У нас есть несколько таких проектов, которые вот по этим причинам веским и объективным реализуются, например, в этом году, которые не могли быть реализованы в прошлом. Вот такое тоже возможно. В принципе, все заинтересованы в том, чтобы проекты были качественными, потому что, в первую очередь, это для жителей важно. И, ну, для всех. И траты бюджетных средств, областного бюджета, и конкурсная комиссия, и местные бюджеты, и все усилия, которые предпринимаются администрациями муниципальных образований, чтобы деньги были не закопаны в песок, получился качественный объект, который будет максимально долго служить людям. Ну, и подрядчики, которые понимают это, они тоже делают все, чтобы это сделать, понимая, что в противном случае они рискуют попасть в реестр недобосовестных поставщиков, и тогда им просто будет закрыта дорога для выполнения подобных работ по муниципальному и государственному контракту. Какие-то, может быть, еще предложения, утверждения, уточнения в части той инициативы, которую мы предложили. Но я еще постараюсь буквально в нескольких словах рассказать, что это будет. То есть это, что мы сейчас осмечиваем, так скажем, что мы сейчас, на что составляем дефектные ведомости, какие делаем, значит, локально-осмечный расчет. Это тротуары в асфальтовом исполнении, то есть пока мы еще не определились, насколько это будет. Ну, понятно, что общая сумма будет в районе двух с небольшим миллионов, то есть мы, как правило, запрашиваем максимальный объем субсидий, возможно, для поселения это полтора миллиона рублей. Ну, и, в общем-то, зависит от местного вклада. Ну, я думаю, что это будет в районе двух миллионов рублей общая сумма в районе. Ну, и вот смета, буквально уже на выходе, вошли в нее, уже точно вошли тротуары, значит, от улицы Юбилейной, от улицы Ленина, то есть от начала ее и до, значит, автостанции. Тротуар по улице Коммунистической, это у нас, значит, вдоль завода по Креме, по Платине, то есть это от улицы Глазырина до улицы Ленина, до рынка. Ну, и улица Глазырина. Улица Глазырина, улица здравоохранения, это спуск от центральной районной больницы до библиотеки и улица Глазырина, это, значит, у нас от магазина Сюбрис, который находится по улице Глазырина, до, значит, докуда пока еще мы сказать не можем, потому что сумма, в общем-то, достаточно, так сказать, не определена. Это будет у нас, мы, конечно, рассчитываем, что это будет у нас до Глазырина улицы, до магазина хозяйства, то есть до остановки автобусного транспорта, это Глазырина 161 у нас. Но, в общем-то, достаточно стесненны в общем объеме средств. По качеству тротуаров хочется спросить, не будет ли оно такое, в смысле вопрос такой, тротуары должны быть с бордюрами или без бордюров? Или это зависит тоже от денег и от всего прочего? То есть, вот я хочу сказать, вот на Лениной улице, да, недавно делали, в прошлом году, кажется, да, тротуары-то, и что их сделали? Они ниже дороги, без бордюров, и что сейчас, по ним машины ходят? А нам приходится по лужам ходить с ребятами и пенсионерам, мы как зайцы скачем по этим тротуарам. Так если вы будете таким образом, лучше не ложьте, не тратите деньги, потому что тротуары должны быть, они должны быть с бордюрами, чтобы машины по ним не ездили. А так бесполезно это все, так что лучше сделайте километр, а не пять километров, но нынче так, с другой, вот другую улицу, но чтобы они были качественными. Не должны быть тротуары без бордюров, если по ним машины ходят. Согласен. И знаков нигде по улице нет, а что они нас посылают, эти шофера, знаете куда? Ой, очень далеко. Значит, ну вот так, в целом, если смотреть по конструктиву, который закладывает в эту смету, то есть установка с двух сторон, не бордюра, то есть в части тротуара, это называется не бордюра, а поредрик. Установка бордюра с двух сторон, общее удорожение где-то примерно происходит на процентов 30-35, по той же протяженности двух сторон, удорожение происходит на 30-35%. Ну хотя бы с одной стороны, мы ничего сделали, с другой стороны, от дороги-то от дороги. А как вы можете сделать? От зданий-то, от поздания. От зданий-то не нужно, ну от домов-то бы, от домов, от магазинов. Просто от дороги нужно делать бордюр, чтобы машины не ездили, чтобы машина не могла тут заехать. Мотоциклисты там кто-то. А от зданий-то можно и не делать, если уж на то пошло, денег нет у нас. От зданий-то не будет, что все нужно. Я согласен, давайте мы это учтем при перевозке смертных журналистов. Там домов-то не было. Ну ладно, а магазины-то у нас на ее подъекте? Там не необходимо, не за автостанции, вот по этой, по улице. Какие там дома? Садики, дома, как? Заборы и садики, дома. А почему не с заборов? Я так понимаю, что какие-то такие текущие локальные моменты они будут, но мы, я думаю, что с инициативной группой все это будем обсуждать. Все вот такие конструктивные решения, связанные с этим, которые, но в принципе, общая, общая, так сказать, приоритетная проблема у нас, я так понимаю, что определена. Вот, если такие моменты будут возникать, какие-то связанные с конструктивными решениями, с какими-то изменениями, то это все мы еще в процессе неоднократно это все будет уточняться, изменяться, корректироваться. Нам необходимо, значит, в рамках этого сегодняшнего нашего собрания проголосовать за приоритетную проблему. Уважаемые участники собрания, согласны ли вы с тем, что приоритетным проектом, приоритетной проблемой, которым мы будем заявлять для решения посредством проекта поддержки местных инициатив в 2014 году, согласны ли вы с тем, чтобы определить эту проблему как капитальный ремонт тротуара в центральной части нашего города. Спасибо большое за дружные результаты нашего голосования. Ну и нам, в общем-то, нужно будет, нужно на этом собрании еще определить размер софинансирования от населения. Я предлагаю в качестве клада местного населения определить размер, значит, по 100 рублей каждого совершеннолетнего жителя нашего города. Имеющего доход. Кто за это предложение? Что платили-то? Все они как-то собирали? 40% платят, 60% платят. Платим на державшихся. Спасибо. Ну и третий, третий обязательный момент, который нам необходимо определить на сегодняшний сентябрь, последний. Это выборы инициативной группы. Я считаю, что по традиции, членами инициативной группы мы определим депутатов Городской Думы. Городской Думы, но в принципе, для того, чтобы инициативная группа у нас была... В качестве специалистов, в принципе, я думаю, что мы... Это не возбраняется. Мы можем вводить кого-то в инициативную группу. Мы, потому что большинство, это и основной состав, так скажем, этой инициативной группы. Мы определим числа депутатов Городской Думы. Ну а какие-то, значит, так скажем, замены по ходу уже подготовки, заявки. Может быть, нам понадобится здесь начальник дорожного управления нашего, может быть, кто-то из специалистов администрации, главный аспект, или еще кто-то. Это уже мы в ходе подготовки, заявки мы с ориентированием. Количество инициативных группы мы... Значит, количественный состав я предлагаю инициативной группой ограничить, ну, на 15 человек. То есть это будут 15 человек, ну, и председателем инициативной группы, я предлагаю, председателем Белохоминской Белорусской Думы, Шурова Виктория Сергеевича. Что за данное предложение? Дмитрий Сергеевич. Вротик, воздержавец. Вротик, воздержавшись, я понимаю, что еще и Дмитрий Сергеевич будет, то есть он сам на себя голосовает, наверное, некорректно будет. Представьте Дмитрий Сергеевич, я думаю, что... Знает, знает. Программа, спасибо еще раз вам за то, что вы приняли участие в этом собрании. И я думаю, что вы свое время потратили мудря. Мы спасибо вам за то, что вы не безучастны к решениям, которые я принимаю субботой. Спасибо. Спасибо. Дмитрий Сергеевич, что решили? То есть до остановки автобусного транспорта, это Глазарина 161 у нас. Но, в общем-то, достаточно стеснены в общем объеме средств. По качеству тротуаров хочется спросить, не будет ли оно такое... В смысле вопрос какой? Тротуары должны быть с бордюрами или без бордюров? Или это зависит тоже от денег и от всего прочего? То есть вот я хочу сказать, вот на Лениной улице-то недавно делали, в прошлом году, кажется, да, тротуары-то. И что их сделали? Они ниже дороги, без бордюров, и что сейчас? По ним машины ходят. А нам приходится по лужам ходить с ребятами и пенсионерам. Мы как зайти скачем по этим тротуарам. Так если вы будете таким образом ложить, так лучше не ложьте, не тратьте деньги. Потому что тротуары должны быть. Они должны быть с бордюрами, чтобы машины по ним не ездили. А так бесполезно это все. Так что лучше сделайте километр, а не пять километров. Но нынче так, в другую улицу, но чтобы они были качественными. Не должны быть тротуары без бордюров. Если по ним машины ходят. Согласен. И знаков нигде по улице нет. А чего они нас посылают, эти шоферы. Знаете куда? Ой, очень далеко. Значит, ну вот так, в целом, если смотреть по конструктиву, который закладывает в эту смеру, то есть установка с двух сторон не бордюра, то есть в части тротуара называется не бордюра, а по реврик. Установка по реврику с двух сторон на общее удорожение, где-то примерно происходит на процентов 30-35. По той же продвиженности двух сторон, удорожение происходит на 30-35%. Ну хотя бы с одной стороны, мы ничего сделали, с одной стороны. От дороги-то. От домов-то. А как вы представляете? От здания-то. От здания-то не нужно. Ну от домов-то. От домов, от магазинов. Просто от дороги нужно делать квартиру, чтобы машины не ездили. Чтобы машина не могла тут заехать. Мотоциклисты там кто-то. А от зданий-то можно и не делать. Если уж на то пошло, денег нет у нас. От зданий-то не ходят, не пошут нас. Поняли? Я согласен. Давайте мы это учтем при перерасработке смертной жидкости. Там домов-то не было. Ну ладно, а магазин-то у нас нет. Там не в поле не говорили. Да, автостанции, вот по улице. Какие там дома? Садики, дома как? Заборы и садики, дома. Заборы, асфальчик. А почему не заборы? Я так понимаю, что какие-то такие текущие локальные моменты они будут. Но мы, я думаю, что с инициативной группой все это будем обсуждать. Все вот такие конструктивные решения, связанные с этим, которые мы говорим. Но, в принципе, общая, так сказать, приоритетная проблема у нас, я так понимаю, что определена. Вот, если такие моменты будут возникать какие-то связаны с конструктивными решениями, с какими-то изменениями, то это все мы еще в процессе, неоднократно это все будут уточняться, изменяться, корректироваться. Нам необходимо, значит, в рамках этого сегодняшнего нашего собрания проголосовать за приоритетную проблему. Уважаемые участники собрания, согласны ли вы с тем, что приоритетная проблема, которую мы будем заявлять для решения посредством проекта поддержки местных инициатив в 2014 году, согласны ли вы с тем, чтобы определить эту проблему как капитальный ремонт, который в центральной части нашего города. Кто за? Голосуем. Воздержавшийся, против, против, воздержавшийся. Нет, единогласный. Спасибо большое за трудные результаты нашего голосования. Ну и нам, в общем-то, нужно будет, нужно на этом собрании еще определить размер софинансирования от населения. Я предлагаю в качестве вклада местного населения определить размер, значит, по 100 рублей каждого совершеннолетнего жителя нашего города. Имеющего доход. Имеющего доход. Кто за это предложение? Что платили-то? Все они как-то собирают? 40% платят, 60% платят. И как платят? Платят, раздержавшиеся. Спасибо. Ну и третий, третий обязательный момент, который нам необходимо определить на сегодняшний, на сегодняшний, последний. Это выборы инициативной группы. Я считаю, что по традиции, членами инициативной группы мы определим с депутатом Городской Думы. Городской Думы, но в принципе, для того, чтобы инициативная группа у нас была... В качестве специалистов, в принципе, я думаю, что мы, это не возбраняется, мы можем вносить, вводить кого-то в инициативную группу. Мы, потому что большинство этой, основной состав, так скажем, этой инициативной группы, мы определим числа депутатов Городской Думы. Ну а какие-то, значит, так скажем, замены, по ходу уже подготовки, заявки. Может быть, нам понадобится здесь начальник дорожного управления нашего, может быть, кто-то из специалистов администрации, главный асситект, или еще кто-то. Это уже мы в ходе подготовки, заявки, мы сориентировались. Количество инициативной группы мы... Значит, количественный состав я предлагаю инициативной группы ограничить, ну, на 15 человек. То есть это будут 15 человек, ну и председателем инициативной группы, я предлагаю, председателем Городской Думы, Шурова Дмитрия Сергеевича. Что за данное предложение? Дмитрий Сергеевич. Ну, раздержавшись, я понимаю, что еще и Дмитрий Сергеевич будет, то есть он сам для себя голосовывает, наверное, некорректно будет. Представьте Дмитрия Сергеевича, я думаю, что... Знает, знает. Программа, спасибо еще раз вам за то, что вы приняли участие в этом собрании. И я думаю, что вы свое время потратили недря. Мы спасибо вам за то, что вы не безучастны к решениям, которые принимаются в годы. Спасибо. Спасибо.